Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще, от вашего сообщения от такого настроения текста исходит такая очень напряженность, напряжение, что, естественно, связано с тревожностью. Тревожность, в свою очередь, это наличие определенной угрозы и от незнания, что, собственно, с этой угрозой делать. Как правило, даже не делать, а как на нее реагировать и вот насколько адекватно, то, как я реагирую. Вот. И, собственно, с реагированием у вас, крат-таки, есть некоторые серьезные, как мне кажется, проблемы в том плане, что, будучи чувствительным эмоциональным человеком, вы, в общем-то, очень легко ранитесь, вам легко и достаточно становится больно, но при этом вы не знаете, что делать с этой болью, вы не знаете, что делать, не умеете обращаться с болью, собственно, я думаю, что вам в этом нужна помощь. Вот. И, ага, обиды. Обиды, это, вообще говоря, история такая про ожидания и про установки ваших. То есть, вот, ну, знаете, как классическая такая уже, наверное, история, притча в языках, вот, ее, к сожалению, можно встретить на нашем форуме, я имею в виду на сайте LifeExpert, ее можно встретить с историей, где люди, ну, я имею в виду, вот, пары, имени, муж и жена, они, значит, ссорятся, их ссора происходит по одному сценарию, вот, ну, там, с какой-то периодичностью, да, то есть периодичность, там, раз в неделю, к примеру, вот, вот, у них все происходит по одному и тому сценарию, то есть, словно, когда, там, муж придирается к жене, допустим, вот, из-за чего-то, вот, она, соответственно, начинает, там, оправдываться или что-то еще, вот, и они начинают ссориться, потом, там, он или она, ну, давайте, вот, ну, для примера, там, пускай она уходит, уходит, там, куда-то, вот, там, либо в концу вспомнит, либо выезжает, там, к родным, вот, проходит пару дней, и муж, собственно, идет, там, сложно просить у него прощения, они мирятся, и так до следующего раза, вот, ага, люди, вот, ну, они проживают эту ситуацию, они находятся в ней, но у людей когда-то тут ощущение, что теперь это больше не повторится, что теперь муж, ну, изменился, что-то, говорит, по-целу, там, извини, там, прости, дорога, вот, на самом деле, мне очень всегда хотелось, хотелось узнать, вот, в таких ситуациях, когда за плечами у людей, там, грубо говоря, там, несколько лет таких ссор, вот, всегда хотелось узнать у людей, что они говорят, когда извини, когда извиняются, да, вот, то есть, ну, что дальше, ну, хорошо, вот, извинился, просил прощения, а дальше-то что, вот, и самое главное, что люди верят, люди верят, то есть, в данном примере, и муж, и жена, они оба верят, ну, наверное, в то, что, в следующий раз такого не будет, но это постарается, вот, и связаны, как раз, к с одной стороны, с ожиданиями, то есть, ожидания того, что вот сейчас чего-то не произойдет, что все-таки, ну, не знаю, жена будет идеально все делать, муж, там, не будет придираться и прочее, 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 вот, из этого, как бы, попадает история о том, а изменения-то они откуда возьмутся, то есть, что люди делают реально для того, чтобы возникли изменения, что люди делают со своими ожиданиями, то есть, как-то вот они смотрят ли они на эти ожидания, ну, на мой взгляд, нет, вот, и, соответственно, вот эта вот история, она и к вам относится в коей-то степени тоже, в том смысле, что вы смотрите на человека, и у вас есть ожидания, что он будет там, выстить себя там, так-то, 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 у вас, у вас и от себя ожидания тоже есть, но тут немножко, немножко сложнее, вот, ну, то есть, как бы, это работа с ожиданием, вот. По поводу диалогов и разговоров, которые вы воспроизводите, ну, мне кажется, это, как бы, следствие именно, вот, того, что вы себя приезжаете, обесцениваете, может быть, боитесь чего-то, может быть, у вас чувство вины, стыда есть, вот, за то, что вы делаете, или, там, за то, что вы можете сделать, или что-то такое, что-то такое, да, то есть вы в любом конфликте, вот, ставите себя ниже, может быть, вы вообще боитесь конфликтов, вот. Ну, не то, чтобы, не то, чтобы конфликты были чем-то очень классным, вот, вот, в том смысле, что, ну, не то, чтобы конфликты, это самое лучшее, что есть, но конфликты, они неизбежны, вот, конфликты являются составной, сейчас составляющей, одной из составляющей жизни, вот, социальной жизни, вот, являются одним из элементов, одним из элементов коммуникации, любых, и умение вести себя в конфликтах, это тоже очень важно, все таки умение вести себя в конфликтах, это не оценивать себя и других людей, то есть, ну, понятно, противоречия есть здесь, всегда, интересы разные и прочее, вот, но не оценивать себя и других, это, пожалуй, очень важно для того, чтобы в конфликтах чувствовать себя более-менее адекватно, занимать такую адекватную себе позицию, адекватную своим ценностям, вот. Исходя из вашего сообщения, я бы вот, знаете, очень сильно бросается, да, что вы как будто бы вот зациклены на людях, на взаимодействии с людьми, как бы, а вы-то где? То есть, ну, вы-то там, интересно, что вам интересно вообще, ну, чем вы увлекаетесь, что вас интересует, вдохновляет, радует, там, какие-то чувства вызывает, происходит это или нет. То есть, такое ощущение, что живёте вы только вот какими-то, значит, контактами, да, с людьми, и живёте вы тем, как люди к вам относятся. Это важно, безусловно, но есть ещё, ну, есть ещё что-то, как бы, помимо этого, есть ещё другие моменты, другие элементы, они, мне кажется, остаются незамеченными, ну, вами, вашим внутренним взором, взглядом и прочим. Ещё один важный момент – это то, что вас задевают конфликты, задевают какие-то истории, вот, ну, это один из стимулов мотивирующих вас проговаривать какие-то вещи. Что такое задевать? Задевать – это, знаете, история такая. Я, вот, по какой-то части себя, по какому-то своему элементу поведения, по какой-то своей ценности, по какому-то поступку своему, не сформировал представление, вот, не выработал отношение к этому, вот, и, ну, не получил, соответственно, какую-то обратную связь на… и другой человек говорит мне то, что мне неприятно, то, что я подозревал, ну, то, что я пытаюсь скрыть, это мне очень больно. Вот. То есть, по сути, это вот такой… такой вектор того, что вот вам бы как раз таки, ну, самой вот посмотреть на то, что вам больно, на то, что вас задевает, и… попроживать это, по… поприкасаться к этому, поизучать, поисследовать, вот, тогда и люди задевать вас не будут. Ну, то есть, условно говоря, да. Есть у человека какой-нибудь недостаток, ну, такой, типа, как вот, например, у меня, допустим, есть определённые сложности, там, с голосом, с произношением, к примеру, да, вот. А, естественно, там, что люди иногда пишут, там, какие-то вещи, ну, не очень, там, приятные, объективные и так далее. Вот. Но, как бы, однажды или несколько раз, поговорив об этом… собственно, об этом, об этом факте с человеком, ну, с человеком, который неплохо ко мне относится, вот, получив какую-то обратную ответ на это, получив представление, запоставив это со своими ценностями, ты получаешь, собственно, некую такую позицию, которая, ну, просто сталкивается с позицией других людей и всё. Но это не делает реакция других людей менее неприятной, наоборот, наоборот, это повышает в какой-то степени чувствительность, но больно, а если не больно, неприятно, то, как бы, важно оставаться в этом состоянии, вот, важно проживать его, выражать его, вот, и, ну, например, мой опыт такой, что у людей, вот, ну, в такого рода ситуации есть, на самом деле, два основных вектора поведения. Первый вектор – это когда их, когда просто вообще игнорят, то есть человек просто случайно написал и всё, он даже не захотел ответить, на этот я пишу в ответ, а второй случай, когда человек просто извиняется и говорит, ну, типа, извини, там, я, как бы, не хотел вообще, там, вот, то есть очень большую роль играет то, как вас видят люди и так далее. Но чтобы люди вас видели, необходимо им что-то выраживать, а вы не выражаете по причине, опять же, своего стыда, вот. И мне кажется, как бы, что в этом есть набор каких-то вот таких сложностей, которые нужно, подобно, наверное, клубку, да, распутывать, вот, смотреть, отвечать, чтобы для вас это перестало быть чем-то сложным, перестало быть тайной, перестало быть каким-то неизведанным, да, и начало, в принципе, принимать, ну, такие плюс-милые с адекватной формы, мне кажется, так. Ну, это всё, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, вот. Это может послужить началом вашей работы над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.